Добрый день, как всегда, рада встрече. Добрый день, уважаемые коллеги. Давайте проверим теперь качество моей связи. Если вам комфортно, видно и слышно, поставьте, пожалуйста, огонечки слева от чата. Да, всё, я вижу, что всё прекрасно, всё хорошо. Немножко так, и мы можем начинать. Тема сегодня одна из новых. Мы начинаем, психологи, заниматься этой темой, ну вот, наверное, последний год-два. И манипуляции очень долгое время относили сначала к взрослым отношениям, к взрослой психологии, но теперь мы начали понимать, что наши детки уже примерно в возрасте 5-6 лет, наверное, вполне себе способны на разнообразные манипуляции. И сегодня мы с вами будем об этом разговаривать, о детских манипуляциях. Давайте познакомимся с тем, с кем ещё не знакомы. Меня зовут Мария Токмянина. Я психолог, практикующий психолог и тренер-психолог в тренингном центре для детей, работаю в Екатеринбурге. И у меня группы из детей от 6 до 14 лет, поэтому манипуляции от своих любимых воспитанников я могу наблюдать довольно часто. И каждый день приходится быть на чеку и смотреть, не подловили ли где-нибудь, для того, чтобы вовремя ответить. Но самая главная, наверное, философия сегодняшнего дня ответить не для того, чтобы обезопасить себя или порадоваться тому, что я смогла ответить этому ребёнку, а ответить для того, чтобы дать понять маленькому манипулятору, что манипуляцией не всегда можно получить то, что хочешь. И важно иметь в своём поведенческом арсенале разные способы взаимодействия и с детьми, и с взрослыми. Вот сегодня мы с вами об этом будем говорить, а вы можете написать в чат, есть ли у вас дети-манипуляторы, и можете написать свой запрос, что делать, если, например, что-то происходит, и описать свою ситуацию. Я наблюдаю за чатом и, по возможности, вам тоже отвечу на ваши вопросы. Ну что же, давайте мы начнём с того, что рассмотрим, а что такое вообще манипуляция и манипулирование с точки зрения психологии. Донецк приветствует слушателей. Добрый день, Валерия. Приветствуем вас с Урала. Шлём частичку своего тепла. Рамиль приветствует. Все мы здесь со всей страны. Итак, говорим про манипуляции. Само слово «манипулировать», оно, в общем-то, не имеет изначально какой-то плохой такой негативной окраски. Манипуляция – это значит управление, контроль, использование, оперирование. Ну, есть такая машина-манипулятор, если вы знаете, да, есть медицинские манипуляции, укольчики, например. Ну, это вот всё, что мы делаем, используем. Но в психологии есть такое понятие манипулятор. И обычно им называют человека, который добивается своей цели путём либо обмана, либо намеренного взятия под контроль другого человека. То есть это стремление подчинить себе другого человека для того, чтобы чего-то достичь. Зачем это нужно? Давайте посмотрим, чем отличается манипуляция от обычного общения. Прежде всего, манипулятор старается воздействовать на бессознательный механизм психики, то есть каким-то образом задеть наше бессознательное. И не стремится договориться словами. К другому человеку манипулятор относится как к объекту, то есть средству достижения собственных целей. Но и самое главное, зачем это ему, возможность подчинить себе человека, другого, она даёт возможность получить односторонний выигрыш. То есть любой манипулятор использует это поведение, сознательно или неосознанно, для того, чтобы больше получить и меньше отдать. Вот и всё. Поэтому к манипуляциям охотно прибегают и дети, и не только, но и надо быть честным, что мы сами иногда, а может быть даже не иногда, используем манипулятивные приёмы по отношению к детям для того, чтобы добиться своих целей. Что ещё важно в манипуляции? То, что это скрытый характер воздействия, то есть человек, который манипулирует, он не говорит открыто, что ему нужно. Ну и это всегда использование своей силы и игра на слабостях другого человека. Как же это действует? Манипулятор находит мишень у другого человека. Мишень — это как раз вот та слабая точка у человека, при воздействии на которую он перестаёт думать, мыслить критически и уходит в некое такое неосознанное состояние. После того, как манипулятор нащупал мишень, он её пробивает, то есть идёт эмоциональное воздействие по этой мишени, и после этого, когда уже цель достигнута, он получает всё, что хочет. Просьбу можно расценивать как манипуляцию, смотря какая просьба. Если просьба такая, например, «Мам, давай я выучу сейчас уроки, и я обещаю каждый день учить уроки, а ты мне будешь разрешать играть в мою любимую игру по два часа в день». Ну вот то, что называется из наболевшего, потому что все родители говорят про игры, про компьютерные игры. Это не манипуляция. А если ребёнок говорит, «Ты жестокая мать, ты меня не любишь, я знаю, что я приёмный, все дети в классе играют в эту игру, один я, как глупый и неумный человек, в эту игру играть не смогу, потому что у меня такая мать». Это манипуляция. Вот, Ирин, если понятна разница, поставьте плюсик, пожалуйста. Вот, то есть манипулятор не пытается договориться по-честному, он бьёт по мишенькам. Что может быть мишенью? Вот теперь внимательно смотрите и слушайте, потому что важно, чтобы вы сейчас свои мишени увидели. И можете даже написать, «О, вижу свою мишень». Это тоже будет очень здорово. Итак, мишенью могут быть какие-то иррациональные представления, которые нам транслируются под соусом «должен, обязан, положено». Ну, например, у хорошей матери ребёнок не истерит. Если ребёнок истерит, значит, ты плохая мать. И мать, у которой ребёнок первый раз закатил истерику, тот же теряет почву под ногами и начинает потакать ребёнку, лишь бы он замолчал. Хороший педагог должен найти подход ко всем детям. И дети проверяют нас на хорошесть, потому что они слышали этот разговор, и мамы говорили это при детях, и теперь ребёнок будет вам это повторять. Что педагог должен найти, раз вы хороший педагог, ищите ко мне подход. А я тут пока вот ножками поболтаю. Вот таким образом. Ну и дети, самое главное в жизни, тоже одно из иррациональных представлений. Почему иррациональные? Потому что они общие. Допустим, что такое хороший педагог? Что значит хороший? Что значит найти подход? Расшифруйте, пожалуйста, что значит найти подход. Это научить ребёнка, это обучить ребёнка коммуникациям или найти каждого по такому наказанию, который на ребёнка подействует. Ко всем детям. Каким? Мы исключаем, допустим, детей с ОВЗ, больных или невоспитанных родителями. Ну вот смотрите, то есть когда мы идём через иррациональные представления, хорошо бы их, ну как бы, сделать более конкретными. Как только начинаешь говорить о таких представлениях поконкретнее, то они, ну вот просто как облачко рассасываются, раз и их нет. Но мишенью могут быть, и вы можете ловить себя на каких-то иррациональных представлениях. Особенно про хороший педагог, который должен найти подход ко всем детям. Это вот наше всё, наша головная боль, наша, можно сказать, такая вот общая мишенька. Плюсики ставят, видимо, по этому поводу. Да, то есть мы как только сталкиваемся с каким-то невоспитанным ребёнком или с ребёнком, которым родители не занимаются, и нам говорят, вот хороший педагог, давай вперёд, и у нас не получается, потому что получиться не может, ребёнок воспитывается в семье. И тогда чувствуем себя какими-то нехорошими. Так. Новый подход – это изучить поведение и взаимодействие с учётом его особенностей. Да, вообще согласна, всё верно. Да, проверьте свои убеждения. Вот здесь, когда презентацию получите, вы можете проверить убеждения. Я как раз выбрала те, на которые обычно коллеги отзывались, когда я веду программы, на которых мы обучаемся противодействию манипуляциям. Вот именно эти убеждения коллеги-педагоги говорили, что это да. Вот, например, поведение учителя должно соответствовать высоким моральным принципам. Просто ужасно, когда дети ведут себя не так, как нам хотелось. Тоже вот такое убеждение, которое нам стоит, ну, немало кровушки. Вот, проверяйте себя и попробуйте свои иррациональные убеждения сделать более рациональными. Что ещё может быть мишенью? Это желания и мотивы. Желания и мотивы, они у нас сидят глубоко в подсознательном. Поэтому, как только мишенька попадает на них, мы даже не успеваем подумать, как уже клюём на крючочек манипулятора. Ну, вот такой пример. Если мамочке очень важно... Да, сейчас отвечу. Попробуйте сейчас, пожалуйста, в чат не писать, а то у меня очень хороший тут вопрос убежит, а его не хочется, чтобы он убегал. Сейчас договорю. Если мамочке очень важно, что ребёнок будет учиться только на пятёрке, вот ей вообще это важно, это её какое-то подсознательное убеждение, вот эта фразочка «Купи щеночка, я буду учиться только на пятёрочке», она может вот просто быть мишенькой, и мама соглашается на всё. В результате дома поселяется большая и лохматая собака, а пятёрочек как нет, так нет. Вот. Но манипуляция прошла. Вопрос от Татьяны. У знакомых у ребёнка проблемы с сердцем. Ему делали операцию на сердце, и до, и после ребёнок, когда ему что-то было нужно, начинал бить себя кулаками в область сердца. Родители пугались и давали ему всё, что он захочет. Это тоже получается манипуляция? Да, откровенная манипуляция. Татьяна, если знакомые хорошие, предложите им посмотреть фильм «Выше неба». Вот он примерно на эту же тему. Правда, будет полезно. Ну и фильм красивый. Что ещё может быть мишенью? Это состояние. В некоторых состояниях у человека отключается контроль сознания, и он начинает действовать автоматически. Ну, если кто-то имел дело с гадалками, которые у нас ходят по улицам, по вокзалам ещё частенько, и даже попадался на этот крючок, тот пытается даже понять, что происходит, но не понимает. Ну, существует так называемый цыганский гипноз, когда движение глаз определённое собеседника, они нас приводят в такое полусознательное состояние очень быстро. И дальше уже в этом состоянии мы будем действовать так, как нужно собеседнику. Дети нас тоже могут вести в это состояние. Ну, например, была у меня семья в консультации, и там был маленький мальчик. Маленький и сильненький. Он визжал так, что болели уши. Они правда болели. Это было реально больно. И вот когда он только набирал воздуха, чтобы крикнуть, все бабушки закрывали уши и говорили, «Не-не-не-не-не-не, вот всё, что угодно, пожалуйста, мы сделаем всё, что хотим, только не кричи, только не кричи». Потому что эти крики были настолько болезненные, дети умеют так визжать замечательно, что им было трудно это пережить, и они соглашались на всё. Точно так же действует истерика в общественном месте, внезапная болезнь с закатыванием глазок или просто долгое нытьё, когда мы уже входим в некое такое тоже гипнотическое состояние и под воздействием вот этого долгого нытья обещаем то, за что потом расплачиваемся долгими-долгими неделями. Ну, тоже собачку, например. Вот. Это ваши мишени, а вы нащупываете своё. Вот ещё мишени, которые могут, вернее, как могут дети воздействовать. Громкие крики, разозлить, притвориться слабеньким. И ещё очень такая действенная мишень, притвориться лучшим ребёнком в мире и вызвать состояние умиления. У меня вот из разных групп таких набираются прямо три. Вот они пусечки-пусечки, только отвернёшься, они начинают пакостить. Был вообще замечательный мальчик с огромными глазами, мультяшными, весь такой красивенький, симпатичненький. Но когда на выездной программе жила по соседству с ними, с мальчишками через стенку, то услышала, что он матом не ругается, он матом разговаривает. Вот. И ведёт себя просто безобразно. Здравствуйте, Ольга, я рада, что вы зашли. Хорошо. Вот это то, как дети могут нас вести в нужное им состояние и потом чего-то захотеть. Как понять, что вами манипулируют? Вот потому что всегда есть сомнения, особенно по отношению к детям. Он так нечаянно себя ведёт, то есть из-за своей молодости и глупости, или он манипулирует? Вот здесь очень важно посмотреть внутрь себя и понять, что вы чувствуете, потому что манипуляция внутри вас отзывается определённым способом. В каком возрасте детей нужно серьёзно задуматься над манипуляциями ребёнка? Какие манипуляции должны особо насторожить родители? Обычно говорим о возрасте с 5 лет, то есть когда ребёнок уже ведёт себя осознанно, он уже получает возможность контролировать своё поведение, и из 5 лет дети уже могут осознанно манипулировать. Неосознанное манипулирование, например, с помощью истерик или психосоматики, оно может наблюдаться лет с трёх даже. Какие манипуляции должны особо насторожить родители? В принципе, само по себе понимание, что ребёнок пытается манипулировать, должно стать таким вот сторожевым маячком и подвигнуть родителей или педагогов к тому, чтобы с ребёнком начать заниматься коммуникациями, умением коммуницировать с людьми разными способами. И мы возвращаемся к естественной реакции на манипуляцию. Это внезапные сильные эмоции, то есть эмоции, которые ситуации не соответствуют. Это ощущение неправильности ситуации, это ощущение, что это происходит не со мной. Вы, наверное, тоже ловили вот это ощущение, вы что-то делаете, вы как-то общаетесь, отвечаете, но одновременно есть представление, ощущение, что вы за собой наблюдаете со стороны. То есть это как бы такое расщепление происходит, и это тоже реакция на то, что с вами поступают неправильно. Если вы эти ощущения словили, тогда нужно пробежаться по видам манипуляции и понять, как ребёнок пытается манипулировать. Что нам сделать, чтобы остановить манипуляцию? Прежде всего, как я уже сказала, распознать, потом восстановить свою способность критически мыслить, то есть здесь чёткое правило кислород пилоту, и прежде чем что-то с ребёнком делать, нужно восстановить себя до нормы. А потом уже осознанно выбрать путь защиты от манипуляций. Про пути я чуть позже расскажу. А пока про виды манипуляций. Вот здесь, Татьяна, смотрите, какие вообще у нас бывают манипуляции. Манипуляция чувством вины или обиды. Это вот когда лапоньку обидели. И дети делают это виртуозно, и как раз уже с самых маленьких лет. И если родители на обиду ведутся определённым образом, то эта поведенческая стратегия закрепляется и потом используется очень долго. Сейчас на данном этапе, например, на тренинговых группах пытаемся деток переучить, перевести с обиды на конструктивное поведение, и им самим очень трудно. Они уже школьники, им сложно. Они уже привыкли настолько манипулировать обидой, что у них это возникает как автоматизм. Переучить сложно. В детстве проще. На чём это основано? Внутри нас, внутри каждого нормального взрослого человека заложен биологический механизм. Детей надо защищать. И когда детёныш делает вот такое вот лицо, у нас этот биологический механизм отключает сознание и начинает работать во всю мощь. Здесь обнять, утереть слёзки, дать конфетку, а потом уже разбираться. Ну и вторая сторона вот этой манипуляции, это когда мы не переносим ситуацию, когда нас считают плохими. Не переносим ситуацию, когда нас считают плохим педагогом, психологом, родителем. И нам это очень тяжело. Что нужно делать, если детёныш ушёл в обиду? Никогда в состоянии обиды и слёзок не принимать никакие решения. То есть мы можем утешить, мы можем спросить, как тебе помочь успокоиться, сказать, что мы видим, насколько ребёнку трудно и пожалеть его. Но пока он в состоянии обиды, мы с ним ни о чём не договариваемся и ничего не обещаем. Если это ребёнок старший, то есть если это уже подросток, тогда вы можете тут же разделить ответственность. Моя ответственность в этой ситуации, ну, например, сделать занятие интересным и плодотворным для всех, твоя ответственность в этой ситуации, принять те знания, которые я даю, и выполнить своё домашнее задание. Тоже очень хорошо действует. Движемся дальше. Манипуляция гневом. Бывает такой тактический гнев, то есть ребёнок не разозлился на самом деле, но он устраивает очень громкую сцену. Это оскорбление, угрозы, виск, бросание стульев, это битьё головой об пол, об стол, об коленке, об чего-нибудь ещё. Мат и так далее. То есть это нас очень пугает. То есть люди, опять-таки, из-за того, что мы биологические существа и есть некая программа, мы очень пугаемся, когда кто-то кричит громко. Если кто-то рядом громко кричит, значит ситуация вышла под контролем. Надо спасаться. Наш организм спасаться умеет, и он делает по одной схеме. Сознание отключает, подсознательное говорит либо бей, либо стой, либо беги. Включаются вот эти основные реакции на страх, которые тоже заложены в биологии. Вот. Ещё. Когда мы боимся, а гнева мы боимся подсознательно, даже если очень смело человек, апрессуется такой коридор сознания, когда мы перестаём видеть вообще детали вокруг. Мы видим только гнев ребёнка и больше ничего. То есть аналитически мыслить в этом состоянии невозможно. Какое здесь противоядие? Здесь очень важно выйти из контакта, убрать от себя вот эту лавину к нему. И есть упражнение, которое называется «стеклянная стена». Оно действует безотказно. Что со взрослыми, что и с детьми. Но и да, вы понимаете, что всё, что я сейчас говорю про детей, мы можем спокойно транслировать на взрослых манипуляторов, которых тоже у нас хватает вокруг нас. Итак, стеклянная стена. Если вы попали под удар гнева и ярости, вы мысленно представляете, как между вами и собеседником падает стеклянная стена. И потом наблюдаете вот всю эту картину гнева уже из-за стены, и вам уже не страшно. Мы можем сделать это очень-очень легко. Следующая – манипуляция молчанием. В основном это такая взрослая манипуляция, но детки тоже могут это устраивать. И чем старше ребёнок, тем он дольше может вас бойкотировать. Это плохо переносимо, потому что нам всегда нужны подтверждения, что нас видят и слышат. Мы также устроены. Опять-таки, эта мишенька такая биологическая. Поэтому, если ребёнок или подросток замолчал, вы говорите свои чудесные слова. «Я готова обсудить с тобой сложившуюся ситуацию, когда ты захочешь». И спокойненько берёмся за свои дела. То есть мы всё, что от нас зависит, сделали, дали возможность зайти в открытую нами дверь, ну и дальше уже его дело. И да, если молчание использует взрослый человек, на всякий случай говорю, что сейчас молчание считается одной из разновидностей эмоционального насилия. Поэтому вы можете предупредить молчуна, что если он ещё раз так поступит, отношения изменятся. Ну, тоже очень действенная вещь. Иногда удивляет молчуна, но всегда хорошо работает. Самое главное – не бояться. Ещё одна чудесная манипуляция, которая называется «если то». Между этими «если» и «то» обычно ставятся два утверждения, между которыми вроде бы есть логическая связь, но эта связь ошибочная. Например, сейчас объясню. Представьте себе, что идёт контрольная работа, и детки говорят учителю, «Вы же нас любите?» Она говорит, «Да». «Вы же хотите, чтобы у нас за контрольную были хорошие оценки?» Учитель говорит, «Да». Ну и тут нисколько не кривит душой. «Тогда вы нам, пожалуйста, подскажите на контрольную, и у нас будут хорошие оценки». Вот. Это примерно такая манипуляция. И это, да, это тоже не фантастика, это детки придумали по отношению к одному из педагогов. Что здесь нужно сделать? Разделить обе части суждения и ответить на них по отдельности. «Я вас люблю. Оценки за контрольную жду хорошие. Подсказывать на контрольной не буду». Вот это спокойное сообщение действует тоже очень хорошо. Если разрешите пример из взрослой практики, но он тоже, наверное, злободневный. Все с такими примерами сталкивались. «Плюсики» значит, что разрешаете, да? Ну или огонечки поставьте. Есть разрешение, да? Очень хочется, чтобы у нас польза была такая большая. Не только про детей, но еще немножечко про взрослых проговорить. Вот, например, пишет мне сегодня одна прекрасная знакомая и говорит, «Я очень рада тебя видеть. Очень хорошо, что ты мне встретилась. И понимаешь, я с недавнего времени работаю в венной компании, где есть замечательный продукт для поправки здоровья». Вот, ты же ко мне хорошо относишься. Подпишись, пожалуйста, в наш чат и будешь получать пять раз в неделю хорошие советы по здоровью. На что я ей спокойно отвечаю. «Да, привет, я очень рада встрече. Рада, что у тебя все хорошо. Я в чат не подпишусь». Все, никто не обиделся, мне выслали письмецо, «Да, спасибо, я поняла», «Улыбочку, поцелуйчик». Ну и все, мы остались хорошими знакомыми. Но, тем не менее, личные границы я обозначила. Вот, кто сталкивался с такими же ситуациями, можете поставить огонечек. Вот это примерно такая вот манипуляция. Еще одна манипуляция, на которую мы ведемся очень-очень сильно и очень часто. Это манипуляция тщеславия. Это такая, «Вы у нас самый лучший в мире воспитатель». Причем это может прилететь с двух сторон. И от детей, даже с трех. И от родителей, и от начальства. «Вы у нас самый лучший в мире воспитатель. Давайте сегодня не будем заниматься, не будем ложиться спать, не будем ничего ничего делать. Зато будем играть лишний час». От директора, например. «Вы у нас самый лучший воспитатель. Давайте вы пойдете на семинар защищать наш проект». Вот как-то так. Фильм «Выше неба» называется. Это наш русский фильм. Он очень классный. Там как раз речь идет про психосоматику болезни сердца. Да, про девушку с порогом сердца. Русский фильм. Играет Виктория Торстаканова, маму. Я сейчас, если честно, забыла. Режиссер, и режиссер тоже прекрасная женщина, наша русская, режиссер. И фильм классный. Движемся дальше. Хорошо? Я вспомню режиссер и расскажу вам. «Противоядие против тщеславия» это крепкая, адекватная самооценка. Ее можно сделать. И это осознание своего тщеславия. Тоже коллег учу вот прям чувствовать это на телесном уровне. То есть, когда мы чувствуем, что у нас за спиной вырастают крылья над головой, ним в это время нужно все это быстро себя сбросить и вернуться на землю. Потому что на тщеславии очень много людей играют. Ну и это осознание своих потребностей, потому что нам могут предложить тщеславие, но у нас отобрать наши потребности. В сне, в отдыхе, в спокойной работе, в чем-то еще. И мы иногда с удовольствием меняем это на тщеславие. Стоит ли оно того? Вот всегда об этом надо подумать. Ирония или сарказм – это уже дело подростков. Они делают это вообще здорово. И взрослые, конечно, тоже этой манипуляцией злоупотребляют. Как мы делаем противоядие? Тут же переходим на деловой стиль общения и говорим, что ты хочешь этим сказать. И когда мы этот вопрос произносим, манипулятору приходится высказать свою мысль прямо, а не через иронию. Сама же ирония, она очень сильно ранит. И манипуляция безысходностью. А куда ты денешься с этой подводной лодки? Кто тебя еще такую полюбит? Ну и со стороны детей, например, что ты от меня хочешь, если ты сама такая плохая мать, и мне с тобой плохо, и я уйду из дома и так далее. Вот. Жизнь моя вообще не удалась. Тоже это подростковая очень тема. Противоядие. Рассчитать все возможные варианты развития событий и подумайте, что вы будете делать в самом плохом случае. И тоже манипуляция, ложная уступка. Тоже она и детская, и взрослая. Кстати, дети ее очень любят. Это когда вы договариваетесь о чем-то, да, с ребенком, договариваетесь долго. Он ноет, ноет, ноет себе, потом говорит, ну ладно. И говорит, я вот эту вот маленькую часть сделаю. Но зато ты мне первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое будешь должна. Вот здесь тоже очень хорошо бы рассчитать баланс и посмотреть, что вам предлагают после того, как вас изморили переговорами длинными. И что вы получаете, что вы отдаете. И здесь всегда можно сказать, мне это не подходит. Здесь неравный баланс или что-нибудь еще такое умненькое, что ребенка остановит. Вот, это про виды. И посмотрите, какие манипуляции пытаются с вами провести детки. Напишите, пожалуйста, в чат, какие из этих манипуляций дети пытаются исполнить. Давайте еще раз пробежимся по ним. Да, вот такие вот. Ложная уступка, безысходность, ирония и сарказм, тщеславие, если то логическая ошибка, манипуляция молчанием, манипуляция гневом и манипуляция чувством обиды или вины. Вот таким вот образом. Ну, а теперь что с этим делать? Это у нас была некая такая диагностика. И для того, чтобы у нас подошедшие коллеги были в теме, мы говорили о том, что мы диагностируем манипуляцию прежде всего по своему внутреннему состоянию, когда мы чувствуем немотивированные эмоции, очень сильные эмоции, чувствуем, что нас как будто бы используют, и есть некий такой взгляд со стороны на себя, и ощущение аквариума, когда, ну, как бы действительность, она ускользает от нас. И вот теперь, когда мы определили манипуляцию, у нас есть точка выбора пути. Вот, здорово. Вы сейчас все это будете видеть. О, подростки на нас вот просто, они используют все манипуляции. Мы даже с подростковой группой, когда тему манипуляции проходили, считали и ставили галочки. Вот сейчас ты пытаешься воздействовать чувством вины, вот тебе галочка. А сейчас ты действуешь гневом, вот тебе галочка. Но надо сказать, что они тоже не отставали и находили тончайшие манипуляции от нас, от тренеров, те, о которых мы даже не задумывались. Ну что же, мы на точке выбора пути манипуляции увидели. Теперь что же делать с маленьким безобразником, какой нам путь выбрать. Вообще у нас есть четыре пути, когда мы видим манипуляцию. И эти пути мы выбираем в зависимости от того, насколько нам важен результат и насколько нам важно сохранить отношения с ребенком. Потому что дети тоже бывают разные. Бывают наши собственные родные дети, бывают воспитанники, с которыми мы занимаемся три или четыре года, бывают ученики в школе. А бывают дети, которые пришли на разовую консультацию или мы просто их наблюдаем где-то на улице. Но они, тем не менее, пытаются и нами манипулировать. Всего есть четыре пути, про которые мы будем говорить. Вернее, пути четыре, про один мы говорить не будем, потому что он не противодействует манипуляции. Он построен на том, чтобы манипуляцию поддержать и с ней поиграть. Итак, если отношения очень важны, если это любимый собственный ребенок, любимая мамочка, коллега, подруга или кто-то еще, то можно использовать в качестве исключения путь лицидея. Это когда мы манипулятору подыгрываем. С детками нужно это делать очень-очень осторожно, потому что мы же отвечаем за то, какие себе стратегии поведения они выберут. Можно немножко поиграть в манипуляцию, а потом уже вывести на какой-то другой путь. Но, тем не менее, путь лицидея – это когда вы манипулятору подыгрываете. Вы как будто бы на манипуляцию соглашаетесь. Зачем мы это делаем? Мы делаем это, когда результат нам не очень важен, а человека мы очень сильно любим. Или второй вариант, он чаще всего характерен для взрослого мира, когда мы сейчас не обладаем силами, чтобы выбрать другой путь, путь сопротивления. И какое-то время себе говорим, да, сейчас я соглашаюсь с манипулятором, я коплю силы, я отращиваю крылышки, а потом я выйду на другой путь. Следующее. Если какая-то такая ситуация неважная, то есть человек, ну не сказать, что посторонний, но малознакомый, а результат манипуляции вам не важен, тогда можно использовать путь мудреца. Это уклонение от манипуляции. То есть уход просто в сторону, ну и все, не связываемся. Если нам очень важен результат, и он на данный момент важнее отношений, так бывает, так бывает даже с родными детьми, которые очень сильно заигрались во что-то. Вот. И нам нужно сейчас ребёнка своего с пути, ну вот просто переместить на другой путь, неважно как. Нужно увезти от чего-то опасного для этого ребёнка. Тогда мы выбираем путь воин и начинаем борьбу, открытую борьбу, прям с контрударами, с ударами психологическими, конечно. Вот. А если нам важен и результат, и важны отношения, тогда мы выбираем путь мастера и выходим из манипуляции в конструктивный диалог. Это очень хороший результат, но честно скажу, что он самый ресурсный, затратный, потому что иногда выход в диалог, он связан с тем, что мы привлекаем ещё какие-то другие ресурсы, помимо того, что у нас есть. Прям выходим из системы и создаём систему, ну, большего размера, что ли. Давайте пройдём по всем путям. Путь лицедеи не будем рассматривать, потому что это легко. Итак, путь мудреца, когда нужно уклониться от манипуляции. Когда мы так делаем, то манипулятор себя обиженным не чувствует, но и цели своей не достигает. Вы просто ускользаете от контакта, ну и всё. Когда можно применять? Это какие-то манипуляции со стороны малознакомых детей, детей, которые не связаны с вами ни родством, ни какими-то длительными рабочими, воспитательными процессами. А что мы делаем? Вот первые шаги, про которые я скажу, они будут для всех трёх путей одинаковые. Поэтому я потом буду говорить и про метафору уклонения, и про дыхательные практики. Сейчас просто послушайте внимательно. Это основа любого пути. Что такое метафора уклонения? Это прям-таки метафора. Вот давайте сейчас попробуем. Представьте себе, что есть некая среда, субстанция, через которую любые выстрелы и стрелы пролетают, не задевая её и не принося особого вреда. И здесь можно выбрать, например, облака, туман, воду, крону деревьев или что-то ещё. Например, солнечный луч. Представьте себе то, что вам хочется на данный момент, представить из перечисленного. Если вы придумали ещё какую-то метафору, то вы можете написать её в чате для общей пользы. Пишите пока, кто кем стал. Прямо написать в чат, кем вы себя представили. О, облако. Так. 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 Воздух, облако, да. Водопад, пар над чайником. Отлично. Ручей, лучи солнца. Вот. Ну, а теперь сделайте вдох и выдох и станьте этой субстанцией. Вы становитесь тем, через что любые манипуляции проходят не задевая. И вообще любые обидки, злючки, ярости проходят просто не задевая. Пришла и вышла. И вот сейчас самое интересное. Попробуйте, находясь в этом состоянии, облачко, ручейка, пара над чайником. Кому что нравится, спросить у окружающего мира слово-пароль. Ну, просто скажите. Скажите мне слово-пароль, по которому я буду мгновенно превращаться в пар, облачко, воду, крону листьев или что-то еще. Слово-пароль. Оно может быть каким-нибудь смешным, необычным. И оно прозвучит для вас. Тепло. Там может быть вообще какой-нибудь ежик, яблочко, что-нибудь еще необычное. И договоритесь с собой, что когда вы произносите тепло, вы превращаетесь в оклякс. Здорово. Раз. Здорово. Коршун. И по этому слову вы превращаетесь в эту субстанцию и все манипуляции начинают проходить мимо вас. Вот. Следующее. Это дыхательные практики. Вот. Когда мы берем контроль над своим сознанием, мы начинаем с дыхания. То есть, самое легкое это вдох на два и выдох на два. Раз. Два. Вдох. Три. Четыре. Выдох. Например. Ну, или визуализация дыхания. То есть, мы представляем свое дыхание, например, ветром или прибоем морским и просто за этим дыханием наблюдаем. И вот тот, кто сейчас проделывает упражнение, понимает, что оказался в состоянии полной такой нирваны, что ему хорошо, замечательно, и он может вполне себе спокойно наблюдать за происходящим. когда привели в себя в нормальное состояние, используем любую из техник уклонения от манипуляций. Например, и все же очень хорошо работает. Мама, купи мне куклу. Да, тебе очень хочется получить эту куклу, и все же мы сейчас ее не купим, потому что денег нет, деньги будут, мы купим через неделю, например. Дальше. Переименование. Это когда идет манипуляция через ругань и оскорбление. Это когда, например, говорят, вы мне не даете ничего делать, как я хочу, вы деспот. Это вот мне, например, совсем недавно прилетело от семилеточки. И мы можем слово деспот переделывать в какую-то общепринятую форму. Например, да, я тренер, я здесь принимаю решения, я отвечаю за то, чтобы всем было хорошо. И третья техника, это метод вопросов. Когда мы начинаем спрашивать, работает очень хорошо на детей, потому что когда начинаешь спрашивать, вот та часть мозга, которая отвечала за нытье или закатывание глазок, она теряет контроль, внимание, и внимание переходит в кору. То есть ребенку приходится думать и отвечать. Тоже был случай, когда девочка, ну, она упала, она чуть-чуть поранилась, но ее толкнул какой-то мальчик, который, видимо, ей нравился, и она вот ушла в эту обиду, и она ныла, наверное, минут 20. Вот. Когда я просто к ней подсела и начала задавать вопросы, а сколько тебе лет, а что ты видела на экскурсии, да, они на экскурсии были, а в каком ты классе, а что ты любишь, а кто твои друзья, она тут же ныть перестала, то есть перестала раздражаться, эта зона мозга ответственная за нытье, и все, все нормально. Детей, в отличие от взрослых, очень легко перевести на какие-то другие рельсы, ну, просто делается это моментально. Вот. Это путь, когда мы хотим уйти от манипуляции и не поддаваться. Следующий путь, это путь воина. Это когда нам нужно манипуляцию пресечь. Например, когда уже любимое чадо общается с помощью манипуляций каждый день и надоело уже, это вот просто сил нет, вы понимаете, что вы уже на грани бешенства. Ну, вот, как, например, или детки в детском саду или в школе устраивают такие манипуляции, что они уже приносят вред и деткам, и вам, и окружающим людям. Тогда мы должны пресечь. Это и выбираем путь воина. Что это за путь? Начало у него точно такое же, как у пути мудреца. То есть, прежде всего, мы обретаем твердую позицию, делаем все, чтобы нас не шатало очень сильно, да, то есть, мы встаем крепко на ножки, мы говорим себе коршун, клякся, раз или что-нибудь еще и превращаемся в облачко, например. Затем мы проясняем ситуацию с помощью метода вопросов и после этого еще два шага на этом пути. Шаг, который называется блокировка. Блокировка это когда мы пресекаем манипуляцию тем, что мы ребенку говорим, что он раскрыт. например, ребенок манипулирует мамой для того, чтобы играть в телефон бесконечно. Любым способом он обзывает ее отсталой ретроградкой или он ноет, или он устраивает истерику, или делает что-то еще. Говорим ребенку, что он от нас хочет. Я знаю, что ты хочешь играть в игры без ограничения. И это, уважаемые коллеги, очень важно, потому что ребенку важно, чтобы его понимали, даже если он манипулятор. А здесь мы говорим, я тебя понимаю, я знаю, что тебе хочется играть в игры без ограничения. Либо мы можем спросить ребенка, что он от нас хочет на самом деле. И вот после этого контрудар. Это не физический удар, не дай бог. Это как раз формула если то. Если ты будешь капризничать и кричать, то мы не сможем договориться. А когда ты успокоишься и приведешь свои аргументы, у нас есть шанс договориться. Выбирай. Улыбочки. Я рада видеть ваши смайлики. Очень хорошо. Это путь воина. С детьми мы принимаем путь воина, когда уже ребенок довел или это для него опасно. со взрослыми манипуляторами путь воина можно попробовать, но обратите внимание на то, что на этом пути мы можем разрушить отношения. То есть отношения не будут такими теплыми, близкими, но иногда теплые, близкие отношения другого человека это тоже ловкая манипуляция, чтобы получить от нас что-то еще. Поэтому уже довел. понятно. Есть еще один путь. Это путь мастера. Это очень виртуозный путь, путь восточных мудрецов. Это умение перевести манипуляцию в конструктивный диалог. Когда используем, когда важно сохранить хорошие отношения и предмет диалога тоже важен всем и вам и ребенку. Обратите внимание, этот способ требует больших затрат ресурсов и дает наилучшее результаты и еще он дает выход за систему. Я сейчас хочу рассказать об одном упражнении. Мы его деткам всегда даем и как раз на этом упражнении мы показываем разные пути взаимодействия. Мы говорим деткам, например, представьте себе, что у тебя день рождения, у тебя восемь гостей и ты девятый, а вам принесли пиццу, а пицца порезана на восемь кусков. Что ты будешь делать? Если всем отдал пиццу и сам остался голодным, то это путь лицедея, скажем так. Если взяли пиццу, переделили так, что каждому досталось на кусочек поменьше, это уже путь договоров, наверное, может быть, это путь мудреца. если забрал всю пиццу себе, слопал, а гостям что-то другое предложил, то это путь воина. И дети, у нас дети честные, они иногда это и предлагают. А вот путь мастера, он может быть разным. Например, дети говорят, а мы сейчас заглянем в холодильник, вытащим продукты и устроим мастер-класс по изготовлению пиццы и сделаем еще одну пиццу, чтобы все наелись. И здесь, да, здесь все будут счастливы и именинник, и детки. И в то же время это выход за пределы системы. То есть нужно найти еще ресурсы для того, чтобы эту пиццу сделать. Либо говорят, нужно сделать заказ еще пиццы и принести вторую пиццу. Или что-то еще такое. Дети очень много разных вариантов придумывают. Или там сделать суши, заказать суши, или бутербродик, сделать. все равно вы видите, что это выход за рамки системы. Но иногда нужно выйти за систему, чтобы увидеть, какой мир вокруг огромный и разнообразный. Спасибо за огонечки. Это очень здорово. Вот. Что такое путь мастера? То же самое начало, то есть обретаем опору, делаем практики уклонения дыхательной практики, а потом делим так, Сусанна вижу, да, 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 вижу, про кусачего мальчика отвечу. А потом делим на деловое общение и манипуляцию. Ну, давайте возьмем ребенка, который собирается кусать девочек и попробуем вот прям сходу. Итак, смотрите, как мы отделяем манипуляцию от переговоров. Манипуляция это про эмоции, это про личностный стиль общения, то есть очень близкий интимный стиль общения, это использование слов всегда, никогда, только ты, и это один предлагаемый путь решения ситуации. А переговоры это спокойное состояние, деловой стиль общения, это предмет обсуждения текущая ситуация, или несколько путей решения ситуации. О, вот, смотрите, наш мальчик говорит, если вы поведете меня в детский сад, то я буду там кусать девочек. Мы говорим, например, в спокойном состоянии, выясняем, не хочешь идти в детский сад? Не хочу, а почему? Выяснили, почему? То есть на каждое почему можно привести аргумент. Например, потому что там днем спят. Вы говорите, хорошо, не проблема, но я знаю, что сейчас уже это не проблема, во многих детских садах. Давай мы договоримся с воспитателем, что ты на сунчайсе будешь читать книжку, только тихо. Так тоже бывает. Или просто лежать с закрытыми глазками, но спать тебя не будут заставлять. Что еще мешает? Ну, я вас там не буду видеть. Ну да, но мы каждый день будем приходить в детский сад и, например, идти вместе гулять. Хорошо говорим, если ты не пойдешь в детский сад, мама не пойдет на работу. Если мама не пойдет на работу, тогда у тебя не будет, например, в следующем месяце новых игрушек, каких-то там тех игрушек, которые ему хочется. Потому что, ну не потому, что это наказание, потому что денег не будет. А вот если ты будешь ходить в детский сад, а мама на работу, ну и дальше вот разворачиваем эту всю конструкцию. Вот. Зачем тебе там кусать девочек? А давай подумаем, что ты еще можешь покусать? Давай попробуем. Что будет, если ты покусаешь мальчиков? А если мы тебе дадим игрушку-погрызушку, и ты будешь ее кусать? А если мы тебе в карман положим сушечек? А если ты там будешь кусать хлебушек? И что-то еще? Ну, вот здесь, смотрите, как бы мы вот эту проблему, которая была, если то, да, иду в детский сад покусанной девочке, мы ее выводим на множество-множество путей решений и с ребенком это обсуждаем. Здесь полушутливо, полусерьезно, но я думаю, что это можно сделать. Вот. Если понятно Сусанне, тогда Сусанна поставьте плюсик, пожалуйста. Таисия пишет про пиццу, видимо, найти общий делитель и разрезать пиццу на более тонкие кусочки. Да, так можно, но это компромисс, то есть каждый ребеночек получит поменьше. А вот если они задействуют новые ресурсы, они получат больше всех, и это тоже очень хорошо. Я сама за такую стратегию, чтобы использовать больше возможностей и получить больше всяких благостей для себя и других людей. поэтому я за то, чтобы делать вторую пиццу. Образно говоря, всегда в жизни. Вот. Ну, про путь мастера, наверное, понятно. То есть выбор пути за вами. Ну, и еще немножечко для анализа расскажу о том, почему дети манипулируют, зачем они манипулируют, по каким причинам. Первая причина это стиль воспитания либо авторитарный, ты делаешь так, как я хочу и точка. Либо вариант разновидности вот такого же стиля воспитания это ребенок, который является родительским проектом. Ты будешь лучшим врачом в мире, ты будешь талантливым танцевщиком, потому что у меня это не получилось. То есть когда ребенок для родителя его продолжение и все то, что родитель сам не доделал, потому что сил не хватило, он пытается заставить своего ребенка. С родителями с такими договариваться очень трудно, они ребенка не слышат. Здесь опять-таки отсылка на фильм «Призрак» российский с Бондарчуком, да, да, не ошибаюсь. Вот, когда мальчик, которого мама уговаривала, мама силой заставляла ходить на вальные танцы, в конце концов удирает, угоняет самолет и при этом становится абсолютно счастливым. Кстати, от заика не избавляется по дороге. Вот, да, «Призрак» наш фильм русский. Следующая причина детских манипуляций. Это опекающий стиль воспитания и жизнь под девизом «Все для ребенка». Это у Масечки синячок, значит, мы поднимаем на ноги всю платную медицину мегаполиса. Ну, это тоже реальная ситуация. Вот, и здесь уже манипуляция, это способ управлять родителями, ничего не отдавая взамен. И, как правило, когда дети попадают к нам на обучение, они уже это искусство отточили до мелочей, потому что сопротивления от родителей они не видели. И тут они встречают жесткое сопротивление, и это всегда тяжелые моменты и для детей, и для педагогов. Ну, и чисто такие детские причины, потому что нету коммуникативных навыков и просто не знают, как по-другому. нет ресурсов для честного обмена. Если нет ресурсов для честного обмена, поверьте мне, мы все будем искать лазейки для манипуляции. Это правда, то есть у меня крылышки и нимба недавно уже скинуты, поэтому я за собой, например, знаю, что если нету, не будет возможности честного обмена, я могу это сделать, но я могу это и не делать, и искать, допустим, какие-то решения за пределами системы. Это острая необходимость в предмете манипуляции, то есть ему вот прям надо ту же самую компьютерную игру, бывает, что прям надо, потому что честно бывает надо, у них там бои какие-то идут, и если он, допустим, не выйдет на этот бой, его команда проиграет, и это, поверьте, мне очень важно. Я эти вещи тоже встречаю, и мы иногда идем на договор с детьми, он прямо говорит, то есть когда мы выходим на честное отношение, дети говорят, у нас, допустим, с двух до трех бой, можно мы уйдем с сунчаса, допустим, в лагере, и мы этот бой проведем, окей, идите, главное, чтобы было тихо. Вот, это страх открытого столкновения, когда детей учат тому, что нельзя быть активно агрессивными, нельзя отстаивать свою точку зрения, нужно быть послушными, и они ищут лазейку в виде манипуляции. И это воспитание детей в духе выиграл-проиграл, когда ребенок уверен, что если он выиграет, другой проиграет, а в жизни все совсем не так. Вот, ну и прививка от манипуляций наша, то есть с чего мы можем начать работу с ребенком манипулятором. Первое, это стопроцентная кристальная честность. Не наврать, не манипулировать в ответ, быть честным. Второе, это искреннее выражение своих чувств, даже самых тяжелых. Я сейчас на тебя очень сержусь, да, ну я на тебя очень сержусь, но этой манипуляции не поддамся. Это уважение к чувствам ребенка. Мне не все равно, что ты сейчас испытываешь. Это обучение коммуникативным технологиям через разные игры на переговоры, на договоры, и это умение остановить себя, когда вы пытаетесь манипулировать ребенком, потому что, ну правда, они берут пример с нас, но им не из кого больше взять пример только от нас. вот, ну и на этом я хочу закончить наш вебинар. Спасибо вам большое, что вы слушали. Надеюсь, что тема была для вас актуальной, интересной и полезной. Пожалуйста, презентацию скачивайте, ищите меня в любимой соцсети ВКонтакте, если хотите продолжений. Остаюсь на связи, спасибо и всего вам самого доброго. Сейчас я проверю, да, вопросов я не вижу, на все вопросы я старалась ответить. На этом закончим. задобраться я буду сп alguma нар vivяйте в поле espeme то собираю всё с acontecer Tw Продолжение следует...